МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все успехи украинской армии за сутки. Укрепление восточного фланга НАТО продолжается. Немецкие солдаты отправились в Литву, а британские летчики в Румынию. Истребители «Тайфун» будут патрулировать воздушное пространство в Черном море. Аномальные паводки охватывают новые регионы России. Но путинская власть по-прежнему не торопится бросать утопающим спасательный круг. Внимание! Производится эвакуация. Внимание! Производится эвакуация. Президент США и премьер-министр Японии встретились в Белом доме и обсудили мировую безопасность. Как Вашингтон и Токио готовы укреплять оборонное партнерство? Далее об этом и других важных темах подробно. Три человека погибли, в том числе ребенок. Двое ранены в результате удара российской армии по селу Липцы Харьковской области. Повреждены торговые помещения и аптека, сообщили в областной администрации. Также российские оккупанты двумя авиабомбами атаковали Волчанск. Один человек получил осколочные ранения. Полностью разрушена городская поликлиника. Путинские войска атаковали и Одесскую область. Уже второй раз за день. И снова двойной удар баллистикой. Погибли четыре человека, в том числе десятилетняя девочка. Еще семеро получили ранения. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Ему ампутировали обе ноги. Также известно о поврежденной транспортной инфраструктуре. Чтобы защититься от российского террора, Украине нужны системы противовоздушной обороны и боевые самолеты. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к участникам Дельфийского экономического форума. Среди них лидеры Греции, Черногории и Словении, а также политики многих других стран. Украина не просит слишком много. Нам нужны системы ПВО и боевые самолеты, которые могут защитить наши города от российского террора. Несколько десятков системы, достаточное количество современных истребителей и вообще не будет проблемы российской авиации и бомб. Нам нужна артиллерия, чтобы отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь на оккупированную Россией землю. И нам нужна справедливость. В Харькове и области без электроснабжения остаются 300 тысяч потребителей. Ситуация в регионе непростая. Там действуют почасовые графики отключения. Несмотря на постоянные российские обстрелы, энергетики продолжают восстанавливать линии, ставят новые опоры и устанавливают трансформаторы. В первую очередь ремонтные работы ведутся в деоккупированных районах области, где света нет с начала полномасштабного вторжения РФ. О работе украинских героев-электриков в репортаже Натальи Белокудря. Выбитые окна, проваленные крыши, уничтоженная на 90% инфраструктура. Так выглядит село Рубежное Харьковской области, которое находится в 10 километрах от границы с Россией. С апреля 2022 года там нет электричества. Село наше повреждено очень сильно. Нет ни одного дома, который бы не был поврежден. Как в апреле 2022 года нам выключили свет в Рубежном, и по сегодняшний день нет. Фактически уже два года нет света. Жительница Рубежного Галина вернулась в село после успешного контрнаступления украинских сил обороны в Харьковской области. Вместе с мужем они заняты в армии восстановления от центра занятости, приводят в порядок территорию села. Говорит, без электричества сложно. Свет нужен как на работе, так и дома. Плохо, конечно. Холодильник особенно. У нас, допустим, есть фонарик, который заряжается от солнца. В принципе, мы как-то обходимся. Ну а холодильники летом – это ужас. Ничего же не хранится. Все на один раз. Приготовили, поели и все. Поэтому свет надо срочно нам делать. Чтобы подключить Рубежное, в котором сейчас живет чуть больше 60 человек, необходимо было провести разминирование. Село усеяно минами-лепестками и противотанковыми минами. После работы пиротехников энергетикам нужно было поменять оборудование, поставить новые столбы, трансформаторы, иногда с нуля строить новые линии электропередач вместо старых, которым нет доступа. Ситуация складна. Ситуация сложная, так как страна-агрессор от нас находится в 10 километрах. Очень много было взрывоопасных предметов. Порой даже приходилось останавливать работы. Опять вызывать спасателей. Они повторно проходили и обратно нас запускали. Идем, идем, пройдем метров 100, опять что-то находим. Министерство энергетики Украины постоянно передает новое оборудование, спецтехнику в Харьковскую область, которое по гуманитарной линии получает от доноров из стран Евросоюза. Через хаб мы отрываем. Через хаб мы получаем очень много разных материалов. А именно, мы получили гуманитарные трансформаторы различных производителей из Европы. Это, пожалуй, то, что нужно для восстановления, потому что при повреждении от осколков из баков трансформаторов вытекает масло. И они приходят в нерабочее состояние. Таких повреждений очень много. 193 трансформатора мы заменили. Пока что удалось вернуть электричество на одну улицу села. Энергетики продолжают работать. Говорят, через полторы-две недели светлых окон в рубежном будет гораздо больше. Генеральный секретарь НАТО в очередной раз призвал союзников Украины ускорить поставки военной помощи. В частности, систем ПВО и боеприпасов. Как отметил Йенс Толтенберг во время встречи с президентом Финляндии Александром Стубом, Украина больше не может ждать. Ситуация на поле боя в Украине сложная. Задержки военной помощи имеют прямые последствия на местах. Задержки поставок средств ПВО позволяют российским ракетам с каждым днем поражать больше целей. А промедление с доставкой боеприпасов позволят России давить вдоль линии фронта. Украина просто не может ждать. Сейчас ей нужна противовоздушная оборона, боеприпасы и помощь. Украина имеет право согласно международному праву на самооборону. Это правило закреплено в уставе ООН. И мы имеем право помочь Украине отстоять право на самооборону. И часть самообороны Украины также заключается в том, что Украина имеет право наносить удары по законным военным объектам за пределами Украины, чтобы защитить себя. Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Как сообщает немецкое правительство, в него вошли танки для разминирования, дроны, винтовки и патроны к ним, а также артиллерийские снаряды. Отмечается, что одна часть оружия поставляется со складов немецких вооруженных сил, а другая выделена из промышленных запасов Германии и финансируется за счет федерального правительства. Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в секторе обороны и производства вооружений. Документ ратифицировали на военно-промышленной конференции в Киеве, в которой приняли участие более 30 британских оборонных компаний. Мы рады, что подписываем первое межправительственное соглашение о таком сотрудничестве. И сегодня британские компании работают с украинскими компаниями и ищут возможности совместно производить больше вооружения. Я действительно с нетерпением жду возможности построить такое долгосрочное партнерство и убедиться, что это соглашение по оборонному сотрудничеству, которое мы только что подписали, принесет реальные практические выгоды для Украины на поле боя, а в будущем принесет пользу украинской экономике. Украинские защитники уничтожили на Донецком направлении комплекс радиоэлектронной борьбы россиян, а возле временно оккупированного Крыма упал российский вертолет. Подробнее об этом, а также общей ситуации на передовой смотрите далее в сводке генерального штаба ВСУ. По данным генштаба ВСУ, ситуация на всей линии фронта остается крайне сложной, но контролируемой. За минувшие сутки произошло 47 боевых столкновений. Наибольшее количество российских атак отбито на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Более 30 в общей сложности. Три раза армия РФ пыталась штурмовать украинские позиции на Лиманском, два раза на Авдеевском и один раз на Ореховском направлениях. Не оставляет противник и попыток захватить плацдарм на левом берегу Херсонской области. За сутки в районе населенного пункта Крынки совершено пять безуспешных атак на позиции украинских войск. Враг действительно пытается находить что-то новое, пытается маневрировать, хотя основа их тактики остается неизменной. Это штурмовые атаки, это атаки с использованием так называемого кушечного мяса. Враг пытается атаковать малыми штурмовыми группами, которые несут потери. Ну и, собственно, один из главных моментов, пытается атаковать, производить эти атаки без использования тяжелого вооружения, техники, потому что эта техника уничтожается нашими ПВ-дронами, нашей артиллерии с правого берега. На Запорожском направлении бойцы спецназа Нацгвардии Украины провели успешную ночную охоту. В одном из населенных пунктов они подошли вплотную к разрушенному зданию, где в подвальных помещениях пытались обосноваться россияне, и забросали его гранатами. Остатки пехоты противника, которая пыталась сбежать, ликвидировали стрелкового оружия. А на Донецком направлении силы специальных операций уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2». Отмечается, что операторы зафиксировали жирную цель во время разведывательных действий и уничтожили с помощью ударного БПЛА. Напомним, «Борисоглебск-2» россияне используют для подавления спутниковой связи, радионавигационных систем, помех в различных диапазонах. РЭП — это война технологий. Здесь кто быстрее, тот первому придет к финишу. Постоянно нужно учиться, внедрять новые технологии, развиваться. И победа будет за нами. Кроме того, на территории временно оккупированного Крыма сегодня упал российский вертолет. Как сообщил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, это был Ка-27, который базируется на аэродроме Кача в Крыму и который россияне используют для поиска украинских морских дронов и десантных катеров. Мы можем лишь констатировать тот факт, что этот вертолет упал. Также была информация о том, что этой катастрофе предшествовал взрыв. То есть, скорее всего, он упал не только по сугубо техническим причинам. Видимо, на борту произошло какое-то событие. Дмитрий Плетенчук — спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Как сообщает Генштаб ВСУ, потери российских оккупационных войск в Украине уже превысили 450 тысяч человек личного состава. Из них 830 оккупантов были ликвидированы только за минувшие сутки. Потери в технике также значительные. Всего за сутки армия РФ недосчиталась 22 танков. Уничтожено 47 бронемашин, 18 артсистем, реактивная система залпового огня, более 70 единиц автомобильной и спецтехники. Также ВСУ сбили 37 беспилотников оперативно-тактического уровня. И к другим важным темам дня. Финансовая помощь Украине, гарантии безопасности и поставки дронов. Такие темы во время встречи обсудили Владимир Зеленский и Лаурина Скащунас. Для министра обороны Литвы это первый официальный визит в Киев в новой должности. Также стороны говорили о дальнейшей всесторонней поддержке со стороны Вильнюса. В частности, о подготовке украинских военных и реализации реабилитационных программ для раненых защитников. Размер поддержки, запланированный на этот год, вероятно возрастет вдвое. Но мы все еще ищем пути увеличения поддержки. Мы присоединились к закупкам Европейского оборонного ведомства. Чешской инициативе по боеприпасам, выделив 35 миллионов евро, купим для Украины FPV дронов на 3 миллиона евро. Также говорим о финансировании еще большей программы дронов, которая может стать дополнительной платформой поддержки. Европейская безопасность зависит от окончания войны. Лаурина Скащунас, министр обороны Литвы, Facebook. Кроме этого, министр обороны Литвы призвал страны НАТО ускорить переход на военную экономику. В интервью изданию Bloomberg Лаурина Скащунас заявил, что Альянс не может терять время при наращивании производства. Европа может ответить на агрессию Кремля, только укрепив свою собственную военную мощь. И сделать это нужно как можно быстрее, увеличив расходы на оборону минимум до 2% от ВВП. Напомню, что на этой неделе для укрепления восточного фланга НАТО в Литву прибыла группа военных из Германии. Они часть бригады, которая будет полностью развернута в стране до 2027 года. В ее составе около 5000 человек. Это первый случай, когда Бундесвер размещает своих солдат на постоянной основе за пределами ФРГ. В Кремле на это событие отреагировали с опасением. Там заявляют, что подобные действия приведут к эскалации. Больше расскажет Никита Скобликов. Более двух десятков военных из Германии прибыли в столицу Литвы. Их лично сопровождал главнокомандующий армии ФРГ генерал-лейтенант Альфонс Майс. Как сообщает Deutsche Presse Agentur, в этом году в Балтийское государство отправится около 150 солдат. Официальное формирование 45-й танковой бригады завершится в 2025-м. Наше решение разместить бригаду на постоянной основе на восточном фланге НАТО является беспрецедентным. Мы берем на себя ответственность и лидерство в НАТО. Мы показываем нашим литовским партнерам и нашим союзникам, что мы на их стороне. Мы поддерживаем обещания Североатлантического альянса один за всех и все за одного конкретными действиями. Группа военных, как сообщил главнокомандующий армии ФРГ, состоит исключительно из добровольцев. Есть военные из Швеции, Норвегии, а также Нидерландов. Это впервые, когда немецкие подразделения размещаются на постоянной основе за пределами Германии. Это будет самый большой центр обслуживания иностранных граждан, который когда-либо был у Бундесвера. Поэтому это очень-очень крупный проект. И, конечно же, мы ожидаем, что инфраструктура, а также учебные заведения для наших солдат будут доступны. Они смогут разместить их здесь, потому что мы хотим сдерживать здесь потенциального противника. И часть сдерживания заключается в том, чтобы мы были в состоянии показать, продемонстрировать наши возможности. Бригаду, которую размещают в Литве, полностью укомплектуют к 2027-му. Ее численность будет достигать 5000 человек. Это 4800 военнослужащих и 200 гражданских специалистов. Ранее глава МИД Литвы Габриэлю Сландсбергес предупредил, Россия может внезапно напасть на НАТО. Потенциальными целями могут стать страны Балтии. Немецкая надежность очень-очень важна для нас, для всего региона, а также для наших отношений между Литвой и Германией. Я также хочу сказать, что 85% литовского общества поддерживают военное присутствие немецких солдат. Мы сделаем все, чтобы ваши солдаты чувствовали себя в Литве как дома. В Кремле на появление военных бундесферов в Литве отреагировали нервозно. Сразу заявили о якобы нагнетании и эскалировании напряженности. Также пресс-секретарь Путина Песков пригрозил некими ответными мерами. Если к этому мы действительно придем, к тому, что будут военные действия на границе НАТО-Россия или НАТО-Беларусь, то это будет такая проверка. А насколько серьезно вот этот альянс? Поэтому я думаю, что и, может быть, этого в конечном счете не будет со стороны России, такая проверка. Потому что это может привести для России к открытию второго фронта. Что сейчас России, наверное, невыгодно. Напомню, министр обороны Германии ранее заявил, что Берлин должен осознать всю опасность потенциального военного конфликта с РФ. Поэтому Германии необходимо вооружаться. А вот Великобритания отправила в Румынию шесть истребителей «Тайфун» для защиты восточного фланга НАТО в Черном море. Также они будут задействованы в военных учениях альянса, сообщают британские ВВС. Самолеты пробудут в Румынии четыре месяца, а располагаться будут на авиабазе в районе города Константа. Персонал, задействованный в миссии, будет готов в любой момент начать перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО. Тех самолетов, которые не поддерживают связь с региональными агентствами воздушного движения, контролируемыми НАТО. И не представляют планы полетов, а следовательно, не соблюдают международные нормы. В число самолетов, которые ВВС Великобритании часто перехватывали во время предыдущих миссий по воздушному патрулированию, входят российские стратегические бомбардировщики, самолеты наблюдения и транспортные самолеты. Такие перехваты играют ключевую роль в поддержании безопасности воздушного пространства и защите международных границ, а также служат средством сдерживания угроз. И сообщения на сайте британских ВВС. Затопленная Россия. Сильнейшее наводнение продолжает распространяться по стране. По прогнозам гидрологов, в ближайшие сутки уровень воды в Оренбургской области может подняться еще на 70 сантиметров, что затронет еще более 200 домовладений. В охваченных наводнениях в российских регионах на Урале и в Сибири, а также в 9 областях Казахстана, в общей сложности эвакуируют около 100 тысяч человек, сообщает издание Reuters. В агентстве отмечают, что это самое сильное наводнение в России за последние 70 лет. Напомню, в Оренбургской области 7 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации. В регионе началась эвакуация, однако местные жители не спешат покидать свои дома, опасаясь мародеров. Подробности в материале Юлии Грановской. Внимание! Производится эвакуация! Внимание! Производится эвакуация! Это Оренбург. Уровень воды в городе уже достигает двух метров затоплены все домовладения. Проводится эвакуация. Засвидетельствовать лично свое присутствие в затопленном Орске 7 апреля приехал глава МЧС Куренков. Он заявил, что, мол, горожан предупреждали о наводнении еще неделю назад. Однако жители Орска утверждают, что слова Куренкова неправдивы. В социальных сетях люди пишут, что эвакуацию объявили уже после прорыва дамбы. А городской голова еще 3 апреля утверждал, что никакой опасности нет. Никакие меры не предпринимаются. Тупо ждут, когда нас затопит. Обращались в администрацию, в МЧС. Нам ответили, что никаких мер приниматься не будет. Только эвакуация. Нас еще не затопило, но вода на подходе. Зачем нам их компенсация? Мы что, на эти 100 тысяч дома свои восстановим? Жительница Орска, цитирую телеграм-канал, можем объяснить. Напомним, первый прорыв дамбы случился вечером 5 апреля на левом берегу реки Урал в Орске. Оказались затопленными тысячи домов в районе старого города. На следующий день дамбу прорвало уже на правом берегу Урала. И власти объявили эвакуацию в поселке Никель, а также в районе нового города. Вода до сих пор только прибывает. За время наводнения уже как минимум 5 человек погибли в Оренбургской области. Только за три дня Орске трижды прорвало дамбу, которую, по словам местных властей, построили почти за миллиард рублей в 2014 году. Люди же, в свою очередь, выходят на митинги с призывами «Путин, помоги!» и «Позор в адрес властей». На стихийном митинге 8 апреля люди потребовали от мэра Орска разъяснить, как будут восстанавливать их жилье, какие компенсации они получат и почему полиция не охраняет их имущество от мародеров. На вопросы мэр не ответил и вернулся в здание администрации. Путин ситуацию в Оренбургской области и в других 39 пострадавших от паводков регионов не комментировал. По мнению экспертов, причина очередного коллапса – халатность российских властей. Огромные средства были вложены в незаконное и, по сути, временное сооружение – Керченский мост. Между тем, в самой России мосты разрушаются без ремонтов. Последний пример – обвал Панинского моста в Вязьме Смоленской области. Россия атакует дамбы на украинских водохранилищах, но не способна отремонтировать собственные дамбы. Из-за прорывов и наводнений в Оренбургской, Курганской областях и других регионах затоплены населенные пункты. Из сообщения Центра стратегических коммуникаций в Телеграм. Российские власти ежедневно по подсчетам издания Forbes тратят на войну против Украины 300 миллионов долларов. В то время, пока жители федерации сталкиваются с экономическими проблемами, обнищанием и с бесконечной чередой социальных проблем. Системный оператор единой энергетической сферы РФ считает, что на ТЭС с импортными турбинами при переходе на российские системы управления могут возникнуть аварийные ситуации. И отмечает, что установка сторонних систем может существенно снизить скорость набора мощности и ухудшить работу противоаварийной автоматики. Напомню, что всего в России оборудовано более 200 энергетических установок западного производства. Обслуживание некоторых турбин уже остановлено из-за санкций, но большая часть пока продолжает работать. А в Минэнерго России продолжают выдумывать новые требования, чтобы избежать дефицита бензина. Там хотят снизить качество топлива для внутреннего рынка. Как сообщает The Moscow Times, речь идет о стандарте Евро-5, который могут ухудшить на два уровня. Что позволит увеличить производство. Напомню, по оценкам экспертов, уже в мае ВРФ может не хватить бензина для внутреннего рынка. Как сообщает Reuters, со ссылкой на источники в энергетической отрасли России, Москва обратилась к Астане с просьбой обеспечить ее аварийным резервом топлива. Собеседники агентства уверяют, сделка уже согласована. При этом в Министерстве энергетики Казахстана подобные сообщения опровергают. Также журналисты выяснили, что помочь Кремлю удержать рынок бензина готова Беларусь. Детально о том, как некогда страна-бензоколонка ищет ресурсы за границей, расскажет Лариса Зубенко. В истории российской нефтеперерабатывающей отрасли черная полоса. Все началось с ударов беспилотников по НПЗ. Только по итогам марта 2024 года БПЛА атаковали нефтеобъекты не менее 14 раз, пишет BBC. Производство бензина удалось заметно опустить 14-17%, минус это очень-очень сильный удар. Сейчас в связи с перестройкой всей логистики на Азию, очень сильно увеличился спрос на топливо для всех этих перевозок. То есть плечо удлинилось, логистика теперь гораздо более тяжелая. Как выросли перевозки автотранспортом, мы все видим. Помимо проблем с поставками бензина в другие страны, в России начались перебои на внутреннем рынке. В надежде урегулировать ситуацию, 1 марта Москва ввела запрет на экспорт бензина сроком на 6 месяцев. Трейдеры заявили, что запрет может быть расширен, если кризис не урегулируется. Кроме того, агентство Reuters сообщает о том, что Кремль вынужден просить бензин за границей. Россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина в случае дефицита. Сообщили Reuters три источника в отрасли. По данным одного из источников, сделка по использованию резервов для России уже согласована. Министерство энергетики России не ответило на запрос о комментариях. Соседняя Беларусь уже согласилась помочь России поставками бензина, сообщает издание Reuters. Затем по российской нефтеперерабатывающей отрасли ударил прорыв дамбы в Оренбургской области. Работу Орского НПЗ 7 апреля пришлось приостановить. А уже на следующий день стало известно, что руководство Ильского НПЗ в Краснодарском крае перенесло сроки запуска комплекса по производству бензинов. Всему виной западные санкции, введенные в отношении России за развязанную войну против Украины. Ильский НПЗ, расположенный в Краснодарском крае, перенес сроки ввода комплекса по производству бензинов с 2024 на 2026 год из-за отказа зарубежных партнеров от выполнения контрактных обязательств, говорится в сообщении НПЗ. Российские переработчики столкнулись со сложностями в поддержании работы заводов из-за ухода зарубежных компаний на фоне ужесточения санкций Запада против Москвы. Общая мощность переработки нефти на Ильском НПЗ составляет 6,6 миллиона тонн в год, пишет издание The Moscow Times. Атаки дрона, наводнения и санкции – все эти факторы сократили производство бензина в России. Так оптовые цены выросли. Эксперты предупреждают, вслед за ними стоит ожидать и подорожания бензина для розничных потребителей. Мы начнем чувствовать это на небольших независимых сетях АЗС. Они какое-то время потянуть могут, грубо говоря, на прибыли прошлых периодов, понимая, что ситуация политически такая вот горячая, да. Но кто-то начнет разоряться из независимых розничных игроков. Крупная компания, понимая, что это политически важная история, они, в принципе, какое-то время у них есть своя прибыль, они могут из нее вот это дело субсидировать. Но это временная история. В марте текущего года цены на бензин в России побили полугодовой максимум. В ближайшее время они могут еще вырасти, уверены эксперты. Совместное производство оружия и противостояние экспансии Китая обсудили премьер-министр Японии и президент США во время визита главы японского правительства в Белый дом. Как сообщает «Голос Америки», Джо Байден и Фумио Кисида также будут говорить о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны и искусственного интеллекта. Также отмечу, что завтра стартует первый в истории саммит лидеров США, Японии и Филиппин, направленный на сближение Тихоокеанских союзников на фоне агрессивных шагов Китая и ракетных провокаций со стороны Северной Кореи. Швейцария выделила на восстановление Украины 5 миллиардов евро и в середине июня примет первый глобальный саммит мира. Как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, эта важная встреча продолжит предварительную работу над внедрением украинской формулы мира по итогам переговоров, которые уже прошли в Копенгагене, Джиде, Давосе и на Мальте. Также Владимир Зеленский в телефонном разговоре со своей швейцарской коллегой Виолой Ахмерт договорился о сотрудничестве для привлечения как можно большего числа стран к саммиту. Цель конференции – найти возможности и пути начала мирного процесса. Это показывает, что существует поддержка проведения конференции высокого уровня, как начало процесса установления прочного и справедливого мира в Украине. Во время встреч с зарубежными коллегами я увидела поддержку конференции и признание инициативы Швейцарии. Укрзалезница получит 40 локомотивов от Соединенных Штатов Америки. О соглашении между украинским правительством и американским экспортно-импортным банком сообщили специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Притцкер и председатель Совета директоров Эксимбанка США Рета Джо Льюис во время визита в Киев. Локомотивы изготовлены компанией ВАПТЕК и работают на дизельном топливе. Их можно использовать как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. Общая сумма кредитного соглашения – 156 миллионов долларов. Каждый центр помощи украинской железной дороги – это инвестиция в наши логистические возможности, в развитие инфраструктуры, в спасение гражданских и усиление нашей устойчивости. Благодаря вашей помощи Украина способна вносить свой вклад в мировую продовольственную безопасность. Мы можем торговать, экспортировать, чтобы экономика продолжала работать. Мы знаем, какую большую роль железная дорога сыграла в защите Украины, в защите украинского народа. Железная дорога – это то, что соединит Украину с Европой и со всем миром. Вы при любых условиях достойны поддержки. И это соглашение, которое в дальнейшем будет имплементировано на законодательном уровне, это один из примеров того, что мы можем сделать, когда мы вместе, когда усилия правительства и усилия частного сектора направлены в одно русло. Украина и Анастасия Мазур. Оставайтесь с Фридом.